МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телевидение Электрогорска начинает свое вещание в студии Анны Вязгина с информационным выпуском новостей. Итак, о событиях начала недели и минувших выходных в самое ближайшее время. Главная тема выпуска. Прощай, школа! Праздник последнего звонка. 24 мая стартовал праймерис «Единая Россия». Три месяца до финиша. Контроль за строительством новой школы. Неделя приемов родителей по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной партии «Единая Россия». Осторожно, клещи! Правила безопасности. Программа «Духовные беседы». День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Прогноз погоды. Сегодня, 24 мая, в День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, все славянские народы отдают дань признания и уважения первоучителям, чьи судьбы неразрывно связаны с национальной историей славянских государств. Благие деяния великих просветителей послужили единению народов, развитию многогранной славянской культуры, указали путь к истинным ценностям духа и принесли на нашу землю письменность. Наследие церковных святых оказало огромное влияние на развитие русской книжности и литературы, а также культуру Руси и других славянских государств. Ежегодно в этот день в России и ряде других стран, вплоть до Северной Македонии, отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник напоминает нам об исторических корнях, до сих пор объединяющих русские, украинские, белорусские, болгарские и другие славянские народы. День славянской письма Широко отмечают День славянской письменности в городских школах и детских садах. Ведь от наших предков мы получили великое духовное наследие, которое возвращает нас к истокам славянских культурных традиций, подчеркивает тесное единство всех славянских народов и которые должны трепетно передаваться подрастающему поколению. 19 мая учебный день в 16-й школе начался необычно. С телем моста между электрогорскими учениками и педагогами, и учителями, и школьниками гимназии города Бреста и гимназии из города Минска, республики Беларусь. А тема общения у братьев славян была общая. 24 мая весь славянский мир отмечает День славянской письменности и культуры и День памяти равнопольственных братьев Кирилла Мефодиева, создателей славянской письменности. Поэтому в рамках соглашений договора между ГГТУ и школой номер 16 в городе Электрогорск мы проводим вот этот замечательный международный фестиваль, посвященный этой знаменательной дате. Фестиваль так и называется «Животворящее русское слово». Конечно, русский, украинский, белорусский, болгарский и другие славянские языки разъявались индивидуально, обрастая новыми правилами и формами. Однако, если вслушаться в речь, всмотреться в письмо, легко заметить общие корни языка, на котором сотни лет назад говорили все славяне мира. Любое мероприятие, которое объединяет школу, родителей, детей. А сегодня у нас международный фестиваль. Мы объединили и Беларусь, была школа из Бреста. Мы объединили нашу школу номер 16, за что я очень благодарна, потому что это огромный труд. Мы соединились с телемостом в Сочи. И всегда вот эти мероприятия объединению людей только на пользу. А еще мы говорим о днях славянской письменности. То есть о днях. Это не просто день 24 мая, день славянской письменности. Он проходит через всю нашу жизнь. И вот это объединение сегодня было именно словом. Что нас объединяет? Не только же границы, а вот наша речь, наше слово. Да слово правильное. Чему мы учим наших детей? Мы должны этому учить. Правильному слову. Это нас объединяет. И вот цель таких мероприятий направлена на то, чтобы нести добро, свет через слово. В рамках международного образовательного фестиваля прошли мастер-классы истоки славянской письменности. Литературная гостиная «Русское слово» от Державина до Пушкина. Прежде всего мы следуем стопами Кирилла Мефодия, которые просвещали народ, тогда еще темный языческий славянский народ. Мы теперь просвещаем нашего школьника, потому что, к сожалению, в школе не так уж много говорят об этих равнопостольных святых. Поэтому мы рассказываем об их трудах, о их деятельности, о том, как важно сейчас хранить русское слово, живое слово. Потому что вы знаете, как сейчас в такой стремительный век меняется русский язык. Столько много заимствований, и мы просто теряем самобытность языка. Поэтому мы должны просвещать, продвигать русское живое слово. Отдавая дань памяти великим братьям, благодаря которым славянский народ получил письменность, ребята вместе с педагогами подготовили книжные выставки, читали стихи. Девятиклассники провели интеллектуальную игру «Умники и умницы», назвав команды Кирилл и Мефодий. Победители игры получили бонус для поступления в колледж ГГТУ. Но то, что дети будут отмечены грамотами, сертификатами, которые, безусловно, дадут им преимущество при поступлении, это да, они получат, дети, эти сертификаты. Знаете, как бывает, когда абитуриент набирает одинаковое количество баллов, допустим, пять человек с одинаковыми баллами. Как выбрать? Принесите все, что у вас есть, и дети приносят наши сертификаты. В этот день занятия с ребятами проводили преподаватели и студенты Государственного гуманитарно-технического университета и тем самым делясь опытом с педагогами образовательных учреждений города. Вы знаете, по ученикам, по знаниям учеников мы судим учителей. Какой учитель, такой ученик. В основном, учителя – это наши выпускники. Хорошие, сильные, крепкие, с такими фундаментальными знаниями. И мы узнаем, а абитуриенты сильные, значит, это их обучали наши выпускники. Приятным сюрпризом для участников фестиваля, педагогов и учеников стал визит почетных гостей депутата Московской областной думы Михаила Демидовича и Веры Носовой, генерального директора Центра поддержки инициатив. Сегодня мы хотим завершить конкурс с любимыми учителями 20-го года. Ваша школа не участвовала. Вы, ваши дети, которые учатся с 7-го в 11-й класс, выбирали любимого учителя, и в вашей школе стал уходом Федора Александровича. Как нам? Обратите, Игорь Александрович. Я вам не могу сказать, что вы имеете в виду. Да, благодаря работы в школе оккурса, он прошел 34 города Московской области. Всего у нас оказалось 334 победителя и 4 из них из вашего прекрасного города. Вот Егору Александровичу передаем этот альманах, где он вместе с другими любимыми учителями Московской области имеет персональную страничку. А всем вам и желаю здоровья и еще больше любви ваших детей. В завершении международного фестиваля все участники получили сертификаты. А самые грамотные и эрудированные ученики 9-х классов через две недели получат сертификаты победителей. Хотим вас, как педагогов, поблагодарить за действительно ваш рисунок вклад в сохранение савиатской культуры, савиатской письменности. Сегодня посвящен на эти дни вашим мероприятиям. Ну и, конечно, я хочу сказать православную поддержку того мероприятия, того форума, который был первым веком, Центр поддержки, Центр, инициатив. Дело в том, что за счет таких мероприятий принимается очень важным социальный статус звания учителя. Когда учител, цвет должен быть открытым для всех. В этом празднике нет ничего надуманного. И ребята еще раз убедились, что кириллица – это не просто основа алфавита. Это объединение славянских народов, основа нашей культуры и прославление русской литературы, которую знают во всем мире. Неделя приемов родителей по вопросам материнства и детства пройдет в Электрогорске. Общественное приемное местного отделения партии «Единая Россия» с 31 мая по 4 июня будет вести прием родителей по вопросам материнства и детства, приуроченный к Международному дню защиты детей. Приемы граждан будут проходить с участием представителей профильных учреждений и ведомств, партийных проектов, а также депутатов по адресу город Электрогорск, площадь Советская, дом 2, этаж 3. Запись на приемы существляется по номеру телефона 8 991 307 22 00 с 10 до 17 часов. В минувшие выходные во всех российских школах прозвенели последние звонки. Несмотря на ограничения, в большинстве регионов праздник состоялся в очном формате, и родителям разрешили прийти на торжественные линейки. В Подмосковье тоже в этом году прощание со школой отметили в традиционном формате. Для некоторых этот долгий путь только начинается, а у этих ребят длинные школьные годы позади. И впереди важнейший этап под названием «Взрослая жизнь». Сейчас они находятся у порога своих родных школ, и до нового, ответственного жизненного этапа им остается один шаг. Взрослая жизнь сменила школьные грезы. Впереди главные в их жизни испытания – экзамены, ЕГЭ. Они во многом определят высшее образование, а значит и дальнейшую карьеру. Но сегодня не время для переживаний. В этот день выпускников больше беспокоило, хорошо ли заучены слова стихотворных поздравлений учителям и танцевальные движения школьного вальса. То, что последний звонок все же состоялся, для нынешних выпускников – двойной праздник. Ведь в прошлом году ученики прощались со школой виртуально, сидя по домам. Но теперь все по-настоящему. Глава города Сергей Дорофеев от всего сердца поздравил ребят с успешным окончанием учебного года. Пожелал успехов, благополучия, покорения самых смелых вершин. Удачи вам, благополучия. Не бойтесь совершать поступки. Не бойтесь идти вперед. Да, иногда, может быть, можно будет где-то и упасть, и подскользнуться. Но самое главное – вставайте, вставайте, идите дальше. Идите к своей намеченной цели. Вам это помогут, конечно, ваши родители. Родителям отдельные слова благодарности, потому что весь этот период времени вы, конечно, переживали. Иногда, может быть, боялись, иногда пугались в поступках ваших уже сейчас взрослых детей. И я хочу, чтобы вы также и помогли сделать тот выбор в их жизни, который приведет им к новым успехам, будет радовать вас, и вы будете счастливы жить и думать о том, что ваши дети нашли себя, и у них в жизни все будет хорошо. С ответным словом выступили и выпускники. Они говорили трогательные речи, пели душевные песни и благодарили всех за участие в их становлении. Прозвучали поздравления от директоров школ, учителей, родителей, учащихся. Дорогие наши выпускники, много лет назад именно вы, мы встретили вас на пороге нашей школы. Сегодня праздник последнего звонка. Это финишная прямая на долгом пути, которая называется школьная жизнь. Мы от души поздравляем вас с этим событием. И хотим, как ваши первые учителя, сказать, мы точно знаем, вы все очень хорошие ребята, и вас впереди ждут только успехи. А мы хотим, чтобы вы оставались такими же смелыми, такими же честными. От всей души хочу поздравить вас с традиционным праздником, который завершает каждый учебный год. Это праздник последний школьный звонок. Сегодня для всех для нас очень волнующий и радостный день. И глядя на наших выпускников, мы видим, как быстро летит время. Вроде уже взрослые, но все еще дети. Они готовы покинуть любимую, ставшую родной за 9 лет школу. Они вспоминали, как в первый раз сели за парту, получили первую двойку, нашли первых друзей, 11 лет, как одно мгновение. Им все внимание, цветы, аплодисменты и, конечно, напутственные слова от первоклашек. Мы вот мелкие, смешные, неблагоразумные, ну а вы уже большие и ужасно умные. В олимпиадах побеждали, в спорте фору всем давали, и на сцене танцевали, дружно песни распевали. Среди выпускников 2021 года победители и призеры олимпиад по различным предметам, областных и всероссийских конкурсов, число медалистов и стобальников ЕГЭ будет известно позже. Но уже сейчас можно сказать, что их количество всегда на высоком уровне. Электрогорские парни и девушки имеют хороший уровень образования. Многие девчонки и мальчишки с трудом сдерживали свои эмоции. Привычный напряженный образ жизни, расписанный буквально по минутам, с уроками, переменами, домашними заданиями и репетиторами, закончился. Ребят, очень хочется узнать ваши впечатления. Сегодня для вас очень важный ответственный день. Поделитесь, что у вас сейчас в душе? Я чувствую свободу какую-то, потому что все-таки 11 лет школы уже поднадоели. Как-то хочется вступить в взрослую жизнь. А есть уже такое ощущение, что вы будете скучать по школе? Мне кажется, я уже скучаю. Это очень трогательный день. Такое не повторяется. Много приятных эмоций вызвало этот день. Хочется спросить, что вам дала школа? Очень многое. Это, во-первых, жизненный опыт, во-вторых, знания. В-третьих, самые важные человеческие качества, я думаю, нам привила именно школа. И поэтому мы сейчас с полной готовностью вступаем в взрослую жизнь. Скажи, пожалуйста, вот твоя старшая сестренка сегодня, выпускница. Ты будешь слушать ее советы в учебе? Да. Ты вообще сама как сейчас учишься? Хорошо. Тебе нравится учиться в школе? Да. Для каждого ученика школа стала вторым домом, где он обрел настоящих друзей. А благодаря учителям получил багаж знаний, который поможет реализовать все намеченные планы. Что испытываете? Радость, волнение и очень большое изумление. Трудно расставаться со школой? Конечно. Вообще как? Поскорее хочется отбросить тетрадки или дали бы еще чуть-чуть поучиться? Ну, 50 на 50. Хочется и вернуться, и, конечно же, ничего не делать. Если в нескольких словах, что дала вам школа? Она дала мне друзей, она дала мне возможность самореализоваться и, можно сказать, путь в будущее. Некоторые волнения, а так очень радостно от того, что вроде начинается новая жизнь, но и в то же время грустно, потому что 11 лет в родной школе. Что больше всего запомнилось вам в школьной жизни? Совместная работа с классом, какая-то движуха постоянная, какая-то подготовка. Это все настолько интересно было. Вы гордитесь своими учениками? Да, очень горжусь. Что вы им сейчас хотите пожелать на пороге вступления в новую жизнь? Ну, во-первых, удачно сдать ЕГЭ, для того, чтобы поступить в те вузы, в которые они наметили. А еще очень хотелось бы, чтобы они стали хорошими людьми, чтобы они счастливыми были, чтобы создали хорошие семьи и привели своих детей в нашу школу. Сложно отпускать? Очень, очень. Я очень сильно волнуюсь. Со слезами на глазах и родители. Казалось, только вчера они привели за руку своих малышей в первый класс, делали с ними уроки, а теперь эти юноши и девушки уже выше их ростом. Внутри, конечно, радость, огромная радость и грусть, соответственно, что школьные годы прошли, остались позади. Впереди у нас трудный выбор, впереди у нас ЕГЭ. Хочется пожелать ребятам отличного настроения, справиться с такой, с тревогой, чтобы хорошо у них все получилось и вошли они в жизнь. Ну, хорошо они вошли в жизнь. Каждая школа приготовила оригинальный и душевный сценарий праздника. Пели песни, разыгрывали сценки, устраивали флешмоб, рисовали на асфальте, пускали бумажные самолеты. Но главная традиция последнего звонка, подать которую должна первоклассница на плечах самого высокого выпускника, остается неизменной во все времена. Любимая школа навсегда останется в их сердце и будет согревать теплыми воспоминаниями всю жизнь, такую яркую, долгую, замечательную. Верьте в себя и свои силы, не бойтесь трудностей и всегда идите вперед, к новым целям, к новым победам. В добрый путь, выпускники 2021 года. Если у школьников горячая учебная пора подходит к завершению, уже отзвенели последние звонки, прошли итоговые контрольные и скоро начнутся каникулы, то у строителей, возводящих новую школу на улице Чкалова, начинается самая жаркая пора. Всего три месяца остается до того, чтобы здание школы сдать под ключ. Минувшую пятницу обход строительной площадки новой школы на 550 учеников провела заместитель главы администрации Юлия Башмакова. Алексей Райм, руководитель строительства, рассказал и показал, какие работы были сделаны за минувшую неделю. Полным ходом идет зонирование прилегающей территории, установка бордерного камня, выравнивание будущих дорожек, тротуаров, газонов, игровых и спортивных зон. В помещении столовой идет укладка кафельной плитки и параллельно началась процедура закупки кухонного оборудования. В классах и коридорах продолжается штукатурка стен, идет заливка полов. Через неделю строители ожидают поставку дверей, витражных окон, которые будут устанавливаться в входные проемы классных комнат. Продолжается монтаж слаботочных систем и систем видеонаблюдения. Идут работы по устройству водопровода и канализации, электрических сетей, монтажу светильников, облицовкой, керамогранитной плиткой, фасады здания. Образовательные учреждения строят по программе Московской области образования Подмосковья, которые реализуются в рамках национального проекта президента «Современная школа». 25 мая в 18 часов на улице Классона у дома 4 состоится встреча главы с жителями по вопросам комплексного благоустройства дворовых территорий. Приглашаются жители домов задать интересующие вопросы. Погода наладилась, отправляемся на пикники, долгие лесные прогулки, устраиваем активные игры на свежем воздухе. Но не стоит быть столь беспечными. Вместе с солнцем активизировались и клещи, укусы которых могут быть весьма опасны. Как защитить себя и близких узнаем в следующем сюжете. Пока ученые разбираются, почему в последнее время клещей становится все больше, мелкие членистоногие паразиты с приходом весны отправляются на охоту и поджидают свою добычу. Нас, людей. Прикрепляясь своими цепкими конечностями к листьям растений и кустов, они терпеливо поджидают жертву. У клещей хорошо развито обоняние, и они чувствуют свежую кровь. Попав на человека или животного, они сразу начинают искать подходящее место, чтобы присосаться и попить кровушки. Но это не самое страшное, что может сделать кровосос. Страшнее и то, что клещ может заразить свою добычу тяжелыми и порой смертельными болезнями. Геморрагическая лихорадка и болезнь лайма, берлиоз и энцефалит. Плечевой энцефалит – это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. И оно протекает довольно тяжело для людей. И поскольку оно встречается не так часто, его симптоматику можно спутать с другими острыми вирусными заболеваниями. Поэтому необходимо следить за безопасностью. При определенной температуре и влажности зловредные букашки проявляют такую выносливость и волю к победе, что и чужим из фильма ужасов не снилось. Клещевое энцефалит – оно излечимое заболевание или… Клещевое энцефалит – это излечимое заболевание, но довольно сложное. То есть тяжело лечиться, потому что за счет того, что оно редко встречается, симптомы путают. И поэтому не сразу различают, но лечат. Особенно клещи голодные и агрессивные ранней весной. Но это не значит, что подцепить клеща нельзя в июле или августе. Клещ лютует с апреля до сентября, поэтому всегда надо быть наготове. Прививки есть от клещевого энцефалита, которые предотвращают заболевания непосредственно. Но лучше, конечно, предупредить укусы, чтобы клещ не заползал. Если вы ходите в лес, либо куда-то на природу, нужно надевать такие вещи, которые будут соприкосноваться друг с другом, чтобы не было никаких промежутков без одежды, куда может заползти клещ. Соответственно, волосы лучше тоже убирать, надевать головные уборы, потому что клещи поднимаются легко по волосам, они присасываются в участки, которые хорошо кровоснабжаются, их можно сразу не заметить, так как они могут присасываться и на голове. А на голове, так как есть волосы, они довольно сложно видеть, зрительно их. Время от времени осматривайте себя и своих близких на наличие кровососов. Не стоит относиться к этому вопросу легкомысленно. Чем быстрее вы излечете его, тем меньше риск заразиться серьезным заболеванием. Самому ни в коем случае не стоит его вытаскивать, потому что можно сделать ситуацию только хуже, так как может остаться головка клеща, и затем уже нужно будет оперативно ее вытаскивать, и это гораздо сложнее. Поэтому нужно приходить либо в приемный покой в поликлинику, либо в поликлинику, чтобы там могли уже врачи непосредственно вытащить аккуратно, и чтобы никаких участков тела клеща не оставалось в теле человека. Еще не вечер, сезон клещей только начался. Будьте бдительны, делайте заранее прививки, одевайтесь правильно, обрабатывайте одежду специальными средствами от клещей. Да и пребудет с вами здоровье! Вот уже больше года прошло с начала распространения коронавируса. Сегодня вопрос, готовый к вакцинации, звучит в сотнях поликлиник, больниц и передвижных медицинских комплексов по всей стране. Вакцинация полным ходом идет и в крупных городах, и в небольших селах. В городской больнице Электрогорска продолжается прием жителей, желающих привиться от опасной инфекции. Вопрос чрезвычайно важный для всех, для всех слоев населения. В прошлом году мы все пережили ужас, когда столкнулись с новой инфекцией коронавируса. Поэтому я считаю, что вакцинация важна. Почему? Я, может быть, еще из того поколения, когда строго детям делали прививки. Именно общий иммунитет способен разбить вирус. Если есть возможность, если нет противопоказаний, то я, конечно же, рекомендую сделать прививку. Потому что это важно. Это дает раскрепощение, это убирает боязнь общаться с другими людьми. Мои родственники уже сделали прививку от коронавируса. Тем более те, которые находятся в группе риска. Если вы общаетесь с людьми, то заботьтесь о них, будьте с ними. Как в прошлом году многие общественники, волонтеры помогали людям, и они видели страх людей в глазах. Они видели последствия. Сейчас зависит только от вас. Следует повторять данную ситуацию или нет? Предварительное голосование Единой России в 2021 году пройдет по самой открытой и конкурентной модели. Избиратели в Подмосковье смогут принять в нем участие и определить, кто представит Единую Россию на выборах в Государственную Думу и Мособлдуму в единый день голосования 19 сентября. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Форма смешанная оффлайн и онлайн. С 24 мая по 30 мая можно проголосовать в онлайн-режиме электронно. Пошаговая инструкция о регистрации размещена на сайте pg.er.ru. В оффлайн-формате очно можно проголосовать 30 мая. Добрый день, уважаемые жители. В период с 24 по 30 мая на территории городского округа Электрогорск будет проводиться процедура предварительного голосования по выбору кандидатов от партии Единой России и по следующему их выдвижению в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Московской областной думы и Государственной думы Российской Федерации. Что это такое в целом? Хотелось бы рассказать вкратце. Процедуру предварительного голосования проводит только партия Единая Россия. В этой процедуре могут участвовать как представители партии, сторонники, так и беспартийные. Все те, кто в период подготовки зарегистрируется в качестве участника предварительного голосования. В этом году впервые можно будет принять участие не только очно, но и электронно. С 24 мая на территории городского округа будут работать два участка, где вы можете прийти, зарегистрироваться на сайте предварительного голосования и проголосовать за понравившихся вам кандидатов. Также проголосовать электронно вы можете со своего персонального устройства, то есть телефона или персонального компьютера. Вам необходимо будет зайти на сайт предварительного голосования, который называется pg.er.ru, зарегистрироваться и проголосовать за понравившихся вам кандидатов в рамках предложенных бюллетеней. Голосовать можно за нескольких кандидатов. Голосование рейтинговое. 30 мая будет проводиться очное голосование, то есть все те, кто хочет прийти, получить бюллетень и проголосовать, смогут это сделать. Очное голосование будет проходить на трех участках, которые сформированы из нескольких участковых избирательных комиссий. Первая комиссия будет располагаться в школе номер 14 по адресу улица Ленина, дом 34. Вторая участковая счетная комиссия будет расположена на территории лицея по адресу улицы Горького, дом 5. И третья счетная комиссия будет расположена в школе номер 16 по адресу улица Советская, дом 47. Работать все три комиссии, о которых я сказал, будут в период с 8 часов утра до 8 часов вечера. Каждый желающий может прийти, зарегистрироваться, получить бюллетень и в кабинке для голосования ознакомиться со списком и поставить отметку о понравившихся вам кандидатах. Бюллетени будет 4. Два бюллетеня будет по Московской областной думе и два бюллетеня будет по Государственной думе. Кандидаты разбиты по одномандатным округам и по списку. Приглашаю принять участие всех неравнодушных жителей городского округа Электрогорск в рамках процедуры предварительного голосования проголосовать за понравившихся вам кандидатов, которые в последующем будут выдвинуты партией «Единая Россия» в рамках избирательной кампании кандидатами в Государственный дум Российской Федерации и Московскую областную думу. В завершении новостного блока несколько слов о погоде. Ближайшей ночью ясная погода, температура плюс 8-10, атмосферное давление в пределах нормы. 25 мая в течение дня ожидается малооблачная погода, днем столбики термометров покажут плюс 19-21, ветер северо-западный, умеренный, осадков не ожидается. На этом выпуск новостей подошел к концу. Далее в нашем эфире программа «Духовные беседы». А я прощаюсь с вами. В студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. «Духовные беседы»